Привет, ребята, опять! У меня по-прежнему зовут Дарья, и сегодня у нас с вами разбор вышел на новый уровень! Мало того, что мы снимаем в новой локации, разбирать будем новую песню от Грин Апельсин, играться это все будет на новой подписной укулеле от самой Грин Апельсин, и вишенка на торте, и помогать мне в этом будет сама Грин Апельсин! Вот это поворот! Всем привет! Привет! Хочу поблагодарить укулелецентр и Дашу за то, что пригласили меня в гости, и да, у меня вышел новый сингл, а Даша сегодня покажет, как его сыграть на укулеле. А еще в сообществе Грин Апельсин во Вконтакте проходит креативный конкурс на подписную укулеле с нашими автографами, поэтому всю подробную информацию оставила в описании. Разбор на укулеле! В целом, под конец ролика мы с Анжелой покажем, как это все будет звучать от начала до конца, поэтому просто вникайте и старайтесь играть, как получается здесь. И по традиции, конечно же, мы с вами сейчас начнем с аккордов. Как вы знаете, творчество Грин Апельсин, аккордов там предостаточно, поэтому садитесь поудобнее, сейчас будем учить. Первый аккорд, аккорд Е-М. Зажимаем с вами первую струну на втором ладу, далее вторую струну на третьем ладу и третью струну на четвертом ладу. Далее у нас с вами идет ваш любимый аккорд с баре. На этот раз у нас с вами будет аккорд Б. Для этого нам нужно с вами поставить указательный пальчик на второй лад, далее третью струну на третий лад и четвертую струну на четвертый лад. У кого есть какие-то трудности с баре или вы не знаете, как его хорошо отработать, то на канале есть отдельный ролик, обязательно сначала посмотрите его и возвращайтесь сюда. Следующий аккорд, простой аккорд А-М, зажимаем с вами четвертую струну на втором ладу, а дальше мы доставляем к этой конструкции третью струну на первом ладу. Получается аккорд А. Такие аккорды у нас с вами будут в куплетах, а в припеве и в переходе добавляем к этой конструкции следующий. Аккорд С, зажимаем первую струну на третьем ладу, далее аккорд Е7, зажимаем четвертую струну на первом ладу, третью и первую струну на втором ладу. Следующий аккорд, аккорд G, также зажимаем третью и первую струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. И заключительный аккорд невиданной щедрости, аккорд Фа диез Э. Сложное название, но не так сложно в исполнении. Зажимаем с вами третью струну на первом ладу, далее четвертую и вторую струну на втором. У-ля-ля. Теперь соберем все полностью аккорды. Е-э, Б, А-э, А, аккорд С, Е7, Джи и Фа-диэс-эм. Как я уже немножко упомянула ранее, в куплетах, переходах и припевах будет свой порядок аккордов. Поэтому обязательно внимательно смотрите и играйте, что именно написано там. Начнем разбирать, что же и как играть в куплетах. Песня начинается немножечко таким повествовательным ходом, поэтому для куплетов я выбрала такой более заполняющий, мелодичный переборчик. Обычный, любой простой, который вы умеете играть. Мой же вариант звучит через 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3. Более упрощенно-то мы сыграли вниз, сыграли наверх, без повторения первой струны. И добавили третью струну. И получается 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3. Его мы с вами играем один раз на один аккорд. Если вам как-то охот уже сразу добавить мощь, то вы можете сыграть тот же самый куплет через 4, 3. Далее 2, 1 вместе, то есть через щепок. И так же заканчиваем на троечку. Получается 4, 3, 2, 1 вместе, 3. Тогда такой вариант нужно сыграть два раза на один аккорд. В моей версии песни я играю первый куплет именно на полноценно. А второй куплет я уже играю на 4, 3, 2, 1 вместе, 3. Получается с аккордами. Или... Или... Такими аккордами у нас играется побольше части куплет. Но, однако, вот последняя строчка куплетов, она и звучит как некий переход к припевам. И поэтому там тот вариант аккомпанемента, который вы берете для правой руки, он сохраняется. Однако аккорды немножечко меняются. То есть в последних строчках куплетов будет звучать... Это вы все играете на переборы, которые вы уже выучили. А вот последний аккорд Б, он будет всегда играться на удар вниз. И будет такая прикольная штука, я ее называю шакатака. Это когда мы с вами на заглушенных струнах. То есть вы можете тот аккорд, который вы только что играли, просто не убирая пальцы, сделать такую заглушку. А в правой руке сыграть вниз-сверх, вниз-сверх. Так, получается... Та-та-та-там. То есть шакатака или раз-и-два-и. Давай я сейчас вам покажу с вот этой последней строчкой, что я имею в виду. То есть вы играете перебор. Дальше у нас с вами начинается припев. И вот в припеве очень много аккордов. Поэтому если вы плывете на аккордах, пожалуйста, отдельно поиграйте. Потом пытайтесь это все соединять. В припеве у нас уже с вами начинается полноценный бой. Бой вы можете брать абсолютно любой, который уже умеете играть на данный момент. Однако мне захотелось передать такой вот вайб, немножко наседающий в стиле рок. Когда у нас есть некий акцент. Поэтому для этого идеально подходит бой. Пятерка. По-другому это раз-и, два-и, три-и. Еще раз чуть медленнее. Раз-и, два-и, три-и. Такую штуку мы с вами играем один раз на один аккорд. И вот на первый удар, который вы играете вниз, вы можете немножечко надавить. То есть сделать акцент. Получается раз-и. А остальная часть доигрываем немножко тише. Получается пам. Именно благодаря вот этой штуке будет отлично слышен куплет, переход и припев. То есть вы сможете еще поиграться со своей динамикой и, в принципе, вашим мастерством на укулеле. Как это немножко звучать будет с аккордами. Что там дальше? Давайте, чтобы вы понимали, как это звучит. Сыграю вам последнюю строчку куплета. Вот эту шакатаку. И пару строчек припева, чтобы вы почувствовали, о чем я говорю. Ну, примерно как-то так. Если что, разберетесь по наитию, поиграете. Или еще раз послушайте конечный вариант песни. И, в принципе, так играются все припевы. За первым куплетом и за вторым куплетом. И вот под конец песни у нас с вами остается концовка-переход. Называйте как хотите. Там немножечко мы добавим, ну, мощи. Куда, к чему все шло. А опять же, последовательность аккордов меняется. Будьте внимательны. И меняется бой. Я там играю обычные удары вниз-вверх-вниз-вверх. Получается там два раза на один аккорд. Вниз-вверх-вниз-вверх. Получается что-то типа такого. Там та-ди-ди-ди-ди и так далее. При этом, чтобы вам было удобно это играть. Чтобы у вас рука была не пренапряжена. Чтобы было все хорошо. То есть, можете рисовать или восьмерку. Вот что-то типа такого. Или рисовать дугу. В общем, такое некое движение, которое вам даст пульсацию. И очень важный момент. Очень прикольный, который можно сделать. Если вы хотите сделать разнообразие. Как вариант на одну часть концовки. Вы можете просто играть удары вниз на один аккорд. И потом добавить удары вниз-вверх подряд. Или поиграться с динамиком. Что это такое с динамиком? Алло-алло. Это у вас микрофон. Или поиграться с динамикой. То есть, на одну часть концовки вы играете немножко тише. А со слов «горькие слезы» и прочее, прочее. Там уже добавить немного громкости в правой руке. В принципе, в конечном показе как раз это и дело. Прислушайтесь, что там происходит. Поэтому, опять же, за вами. Как у вас в конечном итоге получится? Или одна часть просто. Один удар на один аккорд. Или вы поиграетесь потише. А потом сыграете погромче. В общем, фантазию вам, пожалуйста, и развитие песни. Давайте чуть-чуть покажу, как это должно выглядеть с аккордами и боем. Если хотите, если вам не хватает какой-то пульсации, вы на удар вниз можете делать погромче. А, соответственно, удар наверх делать потише. Я играю все это указателем пальцем. Очень комфортно, очень удобно это все звучит. Или сделать небольшое замедление под конец. Вот там вот идут слова. Ты и твой зверь с тобой, ты и твой зверь с тобой. Там идет аккорд G. И вот предпоследний аккорд G вы можете в обычном темпе играть. Там очень довольно-таки скоро. А вот на последнюю строчку, на последний аккорд, вы как бы немножечко замедляете. И па-бам! То есть это будет звучать намного завершающе. Давайте последним вот эти две строчки покажу. То есть вы играете. И начинаете замедлять. Готово! В принципе, на этом песня вся и строится. И от меня будут такие небольшие рекомендации, как от автора песни. Но прошу заметить, пожалуйста, я не преподаватель по вокалу. Поэтому верить мне на слово нельзя. Но как минимум, как человек, который это написал, я могу сказать, что песня, правда, очень сложная. В ней очень много интервальных скачков. И поэтому, чтобы вам самим было легче, в первую очередь, в куплетах не сажаться, не присаживаться на текст. Потому что текста там, ну, достаточно много. Поэтому нужно будет, знаете, как будто на таком налегке. Вот на... Сейчас скажу слово. В моменте окажитесь, ребята, пожалуйста. Куплеты. Главное взять там, где нужно дыхание. Я сама беру в разных местах, если честно. Но берите там, где вам удобно. Вот. А в припевах очень важно не выделять каждое слово во время припева. Потому что там есть определенные акценты. Вы можете даже их услышать, если вот, ну, всмотритесь в текст, прочитаете его. А есть такие, знаете, как триггерные точки, на которые нужно как раз-таки пор сделать. И еще один такой полезный маленький советик. Если у вас что-то где-то не получается, лучше переслушать вместе со мной. Ну, то есть с треком. Пропеть определенные какие-то моменты сложные. Потому что, ну, в одного, правда, это намного сложнее сделать. Там, да, даже просто слух иногда подстраивается, когда слышит правильную версию. Лучше послушать, немножко потратить на это время, запариться. Но зато у вас будет хороший результат. А во всем остальном удачи, ребята. И получится у вас, что должно получиться, как у нас примерно. Закрывай дверь, закрывай дверь, и суть. Ее ноги, забыв про боль, проглотит ее темный лес. Он с костями жует или без, давит мысли, внушающий вес. Небесный свет разбудит ее и смерть. Беги он, милая, за тобой звери идут. У него зубы длинные, сердце не бьется, не бьется. Беги глупая, и все погонались, запугались. В голове дороги близко пасть его голодная. Бесконечной пыткой гонит тебя страх. Нитью след тянется за ней аромат. Сладкий дразнит, во рту вяжется слюна. Аппетит возбуждает его сам сатана. Боже, он кажется за углом, я схожу с ума. Запогни ли вам зайца, будет мозг болота. На ее пути со спиной раздаются шаги. Исчезая в грязи, шепчет мое тело. Земля сбереги. Беги, милая, за тобой звери идут. У него зубы длинные, сердце не бьется, не бьется. Беги глупая, и все погонались, запугались. В голове дороги близко пасть его голодная. Бесконечной пыткой гонит тебя страх. Адеяло накроет, обнимет ее влажная земля. Спикрепка милая, но тебе знать нельзя, Что в злую шутку сыгралась на путой. Голова не было зверя в лесу, не было никогда. Дорькие слезы от неба болятся за упокой. Разум направленный, сбал тебя в мире ноги. Спикрепка милая, пусть облезет покой. Как-то так. Пишите свои идеи в комментариях на следующий разбор. Ну а также напоминаю, что ранее я разбирала еще песни Green Applesine, поэтому, пожалуйста, почекайте и посмотрите. Меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok